Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. О том, что в русском мире журналистика давным-давно подгнила и дурно пахнет, мы говорили уже не один десяток раз. И чтобы в очередной раз ткнуть палкой в жалкую инфотухлятинку, приведём свежий пример. В оккупированной новой Каховке в СУ Хайморсами в очередной раз показательно ставят на колени Алмаз Антей в целом и С-400 в частности. Вооружённые силы Украины нанесли ракетные удары по складам с российскими боеприпасами в оккупированной новой Каховке в Херсонской области. Зарево от взрыва страшной силы видно даже в соседних городах, а боекомплект оккупационных войск детонирует почти 10 часов к ряду. Что бы сделали в такой ситуации в стране, где есть независимая честная журналистика? Ну, очевидно, работники СМИ поставили бы своим чиновникам ряд неудобных вопросов. Ну, например, можно было бы поинтересоваться, почему всех годами уверяли в крутости отечественного ПВО. Наши ПВО держат воздушное пространство под замком. Действия оперативно-тактической авиации, штурмовой авиации, украинской, какие-то серьёзные, они не могут остаться незамеченными для наших средств ПВО. Буки, торы, панцири работают в высшей степени эффективно. Наши системы ПВО щёлкают, как орехи. А на деле ракеты спокойно долетают не только до складов с оружием, но и по центрам принятия решений, в результате чего армия РФ только на одной локации потеряла полковника и генерала. После попадания ракет «Хаймерс» по штабу в Херсонской области погиб начальник штаба 22-го армейского корпуса ВСРФ генерал-майор Насибулин. На Украине погиб командир дивизии из Волгограда полковник Алексей Горобец. Также в нормальном здоровом обществе могли бы уточнить, в чём резон размещать настолько крупные склады БК прямо среди жилых кварталов. Вы ж, господа освободители, якобы не прикрываетесь мирными людьми. Или, получается, прикрываетесь. Просто очень глупо обвинять в этом Украину, когда сами зашкварены по уши. Радан взрывает. Окна посыпали, всё посыпалось. Взрыв сумасшедший. Ну а теперь к главному. Вы думаете, хоть один из этих очевидных вопросов после взрыва в Новой Каховке прозвучал в России? Да как бы не так. Пропагандисты, как обычно, просто перевернули историю с ног на голову. Сначала холопам рассказали, мол, взорвались вовсе не боеприпасы, это селитра. Склады селитрой взорвались в Новой Каховке после украинского удара. Взрывы продолжаются, сообщил РИА Новости глава ВГА. Но прошло немного времени, и из Кремля, очевидно, спустили новый темник. Такой, знаете, за гранью добра и зла. Помните версию про селитру? Так вот теперь забудьте. Ведь нынче россиян уверяют, что подлые украфашисты уничтожили склад с гуманитаркой для мирных жителей. Вон и Соловьёв уже подтверждает. В результате удара ВСУ по Новой Каховке серьёзно пострадал склад с гуманитарной помощью, который находился недалеко от места взрыва. Склад с гуманитаркой для беременных русскоязычных ветеранов. А детонируют на десятках видео, видать, макарошки с тушёнкой. Так вот, глядя на всю эту гебельсовщину, возникает простой как дверь вопрос. Это ж какими беспринципными подонками нужно быть, чтобы настолько перевирать события, называть белое-чёрным? Причём они же отлично понимают, что врут. Но у того же Соловьёва ещё язык поворачивается себя с Левитаном сравнивать. Понимаете, это такая же глупость, как то, что Гордон хочет взять у меня интервью. Как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять у него интервью. С другой стороны, кремлёвским чинушам нужно отдать должное. Именно они за 20 лет сумели по крупицам отобрать персонажей без капли совести. И главное, с полным отсутствием тормозов. Помните, например, как три топовых российских канала выдумали смерть девочки якобы после обстрела в Донецке? Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка. Погибла 10-летняя девочка. А потом сами тихохонько так признались, что так нужно было сказать. Кого нет? Её нет? Не погибла? А как же так? Передали? Вынуждены были передать. Это очень показательная история. Для того, чтобы все понимали, с кем мы имеем дело. В том числе и потому, что спустя сутки русские пропагандисты тоже приплели к новой каховке детские трупы. Среди погибших есть дети, которые находились на дачах. Двоих детей маленьких мы сейчас извлекаем из-под завалов, отметил глава администрации. В итоге, соединив воедино три версии Кремля, можно сделать вывод, что в Херсонской области действовал гуманитарный склад по выдаче селитры детям. Извините, если некоторые есть неточности, но в любом случае вы будете их кричать телевизору, а телевизор, к счастью, мне их не передаст. Логично. Не правда ли? Но всё это, конечно, смех сквозь слёзы. Ведь миллионы, да, даже не так, десятки миллионов людей, не задумываясь, ежедневно поглощают эти инфопомои. Более того, считают ту же Скобееву, Соловьёва или Красовского правдорубами и принципиальными людьми. Даже сейчас Соловьёва полюбили, которого раньше не смотрели никогда. За что? Ну, вот за всё, что сейчас происходит. Какие источники информации вы считаете наиболее достоверными? Россия-1, первый канал, Россия-24. Поверится больше нашим российским каналам. Верю российскому телевидению, потому что оно говорит правду. Федеральные каналы, ну, там не будут свой народ, как бы, обманывать. Ну, что тут скажешь? Повезло с народом не только кремлёвскому старцу, но и пропагандистам. Ведь когда большая часть населения страны с короткой памятью, то переобуваться можно хоть по 10 раз на день, а зритель всё равно будет считать тебя принципиальным журналистом. У журналиста, как и у депутата, есть обязательства не друг перед другом, а только перед зрителем. Это, кстати, Соловьёв, если кто не узнал. Ещё пышнотелый, в растянутом свитере и без дач в кому. Тогда он корчил из себя просто такого независимого журналиста, что мама не горюй. Мол, алё, Кремль, журналисты в России, это вам не мальчики на побегушках? Мы не колёсики общепролетарского дела. Поэтому фраза, что хозяин сказал, журналист прыгнул, это к Тверской. Журналист всегда независимый человек. Сейчас ровно это же тело вместе с городскими сумасшедшими или в режиме соло облизывает власть с ног до головы. Путин уже фигура, которая войдёт в историю. Наравне с Александром Невским, наравне с князем Владимиром, наравне с теми государственными мужами, собирателями земель русских. А ещё именно через Соловьёва разгоняются самые примитивные фейки, как вот с якобы гуманитарным штабом в Новой Каховке. Причём примеры фейков и переобувание этого персонажа можно приводить хоть до завтра. Вот это, например, позывной Шептун показательно негодует на сцене из-за предложения аннексировать Крым. А зачем вам Крым? Если мы вдруг говорим, это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым? Вы что, хотите войны с Украиной? Говорит тот, кто потом будет 8 лет разжигать ненависть, а сейчас требует захватить всю соседнюю страну. Война будет идти по всей территории Украины. Мы вас пока окончательно не решим. Вы нацисты. ЛНР уже будет в вашей помощи. Киев! Мать городов русских! Значит, нам придётся полностью решить вопрос военным путём, не дипломатическим. А теперь уже вопрос ДНР и ЛНР не ограничится. А ведь Соловьёв же не девочка 13 лет, у которой взгляды могут меняться по 10 раз на дню. Когда ты зрелый мужчина и идёшь на такое, зная, что старые записи не горят. Страна абсолютно византийская, и все обращения, которые здесь звучат, это обращения в ушко президенту. Значит, дача в Комо для тебя важнее совести. Не зря же он после санкций по отжатой даче ноет через эфир. Мне как-то по-прежнему обидно за Комо. Давайте расширимся. Но главное в этой истории всё же, то, что Соловьёв это не какое-то исключение из правила. Это, так сказать, типичный пример. Сейчас мы вам кое-что из прошлого ещё одного правдоруба покажем, который сейчас знаменит чуть ли не самой упоротой чернухой в адрес Украины. Вот она, Украина. Бутафорская. Игрушечная. Ненастоящая. Несуществующая нация. Фейковый народ. Выдуманная речь. Вот тут Антон Красовский обещает лично сжечь Конституцию Украины прямо на Крещатике. Мы отнимем у вас вашу Конституцию. Посажим её на Крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. А вот тут его плющит уже от желания Украины вступить в НАТО. Мы введём войска по Украину. Это наша земля. Это вот... Хрен вам. Вот вам они надо. Вот. Это вот... Вот прямо... Даже не мечтайте, твари. Для полноты картины добавим ещё и угрозы Красовского убивать людей в России, которые вышли на протест против режима Путина. Вот вы радуетесь, что у власти действительно находится Владимир Владимирович Путин, а не такой, например, мудила, как я. Чтобы был бы я у власти, я бы сейчас вас всех натурально повязал там и прям в мойке в этой утопил. И получим на выходе портрет типичного кровожадного фрика, которыми сейчас под завязку забиты федеральные каналы. Нынешнее руководство Украины ещё при своём правлении увидит свою карту без Киева, Житомира, Одессы и, наверное, даже Львова. А вообще это была какая-нибудь даже идеальная карта. Украина без Украины. Украина, например, в составе России. Но в случае с Красовским всё куда интереснее. Ведь всего 7-8 лет назад этот товарищ тоже корчил из себя ниндзя-чебурашку и борца с режимом. Я очень надеюсь, что вот этот поздний путинский период, такой период разложения власти, поиска вот этих новых форм, поиска какой-то альтернативы, приведёт к тому, что вот на фоне вот этой бесконечной плесени, которая, естественно, вырастает в такой ситуации, вырастет какое-то новое поколение политиков, которое будет относиться к своему народу как к народу, заслужившему право на свободу. Дело в том, что в типа антифашистской России после открытого признания в нетрадиционной сексуальной ориентации Антон Красовский потерял работу. После чего он прямо заявил, что в своей стране чувствует себя как таджик. В России быть геем-лесбиянкой так же некомфортно, как быть, например, таджиком. Прямо намекая о нетерпимости в России к людям с другим цветом кожи или другой ориентации. Мол, всё ужасно. Родимое отечество превратилось в страну дикарей и варваров. Мы-то сами внутри себя знаем, что мы чудовищные дикари. Произошло то, что происходит сейчас в Украине, а это, безусловно, Россия, спровоцированная история. Выросшая в ситуации отсутствия каких бы то ни было ценностей, моральных ценностей. Общество требовало продолжения. И вот оно такое. А виновата в этом, прежде всего, телевидение, выносящее людям мозги вместо обсуждения собственных проблем. Журналист программы «Сегодня» или программы «Вести 24», которая снимает сюжеты про Путина, укропов и черномазовую обезьяну. Все эти люди, совершающие ежедневное рутинное преступление... А получается так, потому что журналисты в России давно привыкли быть соучастниками преступлений, резюмировал Красовский. Когда ты на протяжении вот этих лет, делая это ежедневное рутинное преступление, ты сам становишься вот этим сортом говна, в котором ты копаешься и в котором ты научился разбираться. Ты сам и есть это говно. Но рыбка, как известно, гниет с головы. Поэтому еще в 2015 году нынешний пропагандист «Раши Тудей» видел главную проблему России в Путине. Мол, чем больше будет у власти царь, тем меньше надежды на нормальную жизнь. Сейчас в стране все так плохо с надеждой. А будет еще хуже, лучше не будет точно. И чем дольше будет сидеть Путин, тем больше будет запрос на надежду. Да и вообще для излечения российского общества оно должно быть поставлено на колени некими внешними факторами. Только благодаря такому большому моральному унижению, когда общество по-настоящему будет опущено на колени, какими-то внешними обстоятельствами, скажем так, Россия сможет по-настоящему переродиться. И когда ты все это переслушиваешь, спустя какое-то время возникает вполне себе логичный вопрос. А что же случилось с человеком, который всего за несколько лет полностью изменил свои взгляды? Я тоже против Путина. Я не поддерживаю Владимира Путина. Когда Владимир Путин пошел на, с моей точки зрения, абсолютно нелегитимный свой, так называемый, третий, а на самом деле мы все прекрасно понимаем, четвертый президентский срок. Владимир Путин прекрасный, с моей точки зрения, менеджер, меняющийся менеджер, да, там сказать, на протяжении этих лет, которые он возглавляет страну. Вы должны полюбить Путина. Совершенно искренне его полюбить. Лично я вот сейчас открыто присягаю верховному главнокомандующему и готов выполнить любой его приказ. Любой. Причем изменил взгляды вот вообще по всем вопросам. Теперь уже бессмысленно говорить о сохранении территориального единства, потому что Россия втянется так или иначе в большую войну. Это же какое-то фантастическое коллективное помешательство на зле. Вот это какая-то фантастическое, абсолютно мне ничем не объяснимое влюбленность в зло. Что не вмерли Украины, ни слава, ни воля. Чекайте. Скоро помрут. У меня тоже нет неких сомнений по поводу спецоперации. Лично нам кажется, что все дело в желании подобной публики как можно выгоднее себя продать. То есть убеждений и принципов нет. Есть только монетизация. Вероятно, в 2015-м Красовский свято верил, что после камин-аута и показательной зрады его заберут на хорошую зарплатку за границу или на какой-то грантовый проект. Но этого не случилось, и обиженный Красовский побежал на собеседование к Марго Симоньян. При этом отлично понимая, что она то самое зло, о котором он говорил ранее. Все эти люди, совершающие ежедневное рутинное преступление... Теперь Антон Красовский в эфире хвалится своей зарплатой. У меня есть нормальный белый доход в компании Арти, который мне платит 543 тысячи рублей в месяц. Монетизация Тушки удалась. Он больше не таджик, а представитель высшей расы. И, конечно, Красовский уверен, что поймал боженьку за бороду и за откровенную чернуху ему будут платить всегда. Сука этой страны не должно быть. И мы сделаем все, чтобы ее не было. Я лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной, так называемой, Конституции прямо на Майдане Незалежности. Но лично у нас для него плохие новости. Диктаторы умирают, власть меняется, а всем обмазанным нужно будет как-то жить дальше. И, конечно, будут попытки снова переобуться, ведь, как известно, бывших предателей не бывает. Вот только сделать это вряд ли получится. Уж больно много крови пролито по их вине. Поэтому очень рекомендуем этим товарищам вспомнить, как закончилась жизнь Йозефа Геббельса. И заранее подготовить пузырек, каждый для своей Магды. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!